приветствую коллеги ассалам алейкум мирному вашему напишите в чат плюс если вы на месте если вы готовы мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен удалению репозиториев и ключей в ubuntu поэтому если вы на месте если вы готовы с вас плюс ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска linux профессион института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру эти специалистам повысить свою квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры мастер-классы новый формат обучения основанный на принципе learning by doing обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показывать объяснять демонстрировать но ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше ну и вообще изменить свою жизнь к лучшему поэтому присоединяйтесь и так коллеги что же мы будем с вами сегодня детально изучать давайте посмотрим сегодня мы будем удалять репозиторий и ключи в операционной системе linux ubuntu что важно давайте с теории традиционно начнем что важно то что при установке программного обеспечения рекомендуется использовать репозитории что такое репозитории это собственно такое вот хранилище где написано какие есть пакеты в этом самом хранилище да таким образом вы в начале обновляете список пакетов которые доступны в этом самом хранилище а потом уже скачиваете нужный вам пакет вот таким образом это дело работает таким образом преимущество репозиторию очевидно то что разработчики могут обновлять программное обеспечение ваша операционная система периодически заглядывает в репозиторий и смотрят какие версии там пакетов если у вас версия более старая а в репозитории более новое то собственно вы нажимаете apd upgrade и происходит обновление то есть ваша операционная система ваш линукс выкачивает более новую версию с репозитория вот так это дело работает так вот идея очень хорошая прекрасная здорово все работает но бывает такое что вы удалили какой-то пакет он вам стал не нужен по тем или иным причинам ну и соответственно остается необходимость удалить и репозиторий зачем зачем чтобы ваша система каждый раз туда подключалась в этот какой-то сторонний репозиторий что-то там искала смотрела какие-то мисс версии пакетов но вы на самом деле больше никогда не будете пользоваться этим самым пакетом таким образом возникает вопрос а как же удалить этот самый репозиторий что важно то что в серьезных репозиториях обычно обычно все пакеты еще подписываются цифровой подписью соответственно ключом таким образом бывает такое что вам необходимо также будет и удалить ключ от этого самого репозитория публичный ключ этого самого репозитория поэтому сегодня мы разберем как это дело все выполнить так чтобы ваша система была чистенькая ну и не захламлялась всякими как говорится чужими репозиториями ну и что еще интересно то что вы можете случайно с этого репозитория установить какой-то пакет который вам в принципе не нужен тоже такие моменты могут быть вот а потом искать что он у вас не работает или работает как-то не так поэтому необходимо следить за этими самыми репозиториями чтобы чтобы вам в систему не попал какой-то что-то ненужное итак поехали значит пациент на чем я буду сегодня выполнять все буду выполнять это у меня будет убунта на самом деле версия неважно какая вот у меня 2004 но вы можете использовать какую-то свою версию в принципе команды будут аналогичны и для другой версии убунты и так поехали значит что для нас первое важно значит как тех сохраняться вот эти вот самые репозитории где это дело все можно посмотреть значит это все можно посмотреть вен пробел слышь и т.к. слэш апт и здесь есть такой файлик source и лист и соответственно здесь вы можете посмотреть все репозитории которые у вас вот доступны да здесь не очень видно сейчас я попробую так color куку лор схемы и попробую поставить какую-то цветовую схему что вам было лучше вида и так значит вот мы смотрим какие здесь есть репозитории в принципе есть комментарии дан то есть что это за репозиторий ну и вот он раскомментирован и соответственно видно там до маршер баг фикс апдейт из продаж авто файл релиз из да то есть вот вот отсюда вытаскивается вот этим ажер апдейт из да ну и вот листаем вниз и и соответственно здесь вы тоже можете найти какие-то репозитории которые вам в принципе как говорится не очень-то и нужны значит что я здесь себе нарыл что я наоборот хочу отсюда удалить коллеги значит у меня на этом сервере стоял microsoft sql вы скажете а что такое бывает что для убунта есть microsoft sql да коллеги есть и поверьте он даже работает так вот я собственно потестировал всю эту как говорится связку ну удалил этот microsoft sql а у меня вот осталось собственно вот вот эти все репозитории поэтому как удалять как удалять значит первое открываем файл вот этот самый етк апт source source точка лист и соответственно находим то что нужно удалить соответственно принцип удаления здесь это я пытаюсь растянуть что все было в одну строчку принцип удаления здесь очень простой нажимаем в виме дт ну и собственно строка будет удалена есть вариант номер два если вы будете возвращаться то можно просто закомментировать да то есть вот например я могу это дело закомментировать все ну или просто взять и удалить да то есть вариант удаления тоже как говорится существует и так как удалить время это просто нажать д д д д д и вот пожалуйста я удалил репозиторий microsoft а и так осталось дальше сохранить этот файл нажимаем escape двоеточие табл escape двоеточие q и пожалуйста я это дело сохранил это вот где может это все храниться дальше еще один вариант где вы должны проверить вот репозиторий могут храниться еще в отдельной папочке которая называется етк апт source ли source лист .d итак смотрим лс минус л и смотрим етк апт source лист .d .d это папочка нажимаем enter и что я вижу я вижу то что здесь у меня есть вот такой вот файлик мс прод . лист вот это это опять таки какой-то из репозиторию microsoft а у ее так не получится значит еще раз надо хочу вам показать что там внутри и так давайте посмотрим что там внутри этого файла ну вот собственно вот вот такой вот ссылочка д 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 ubuntu prod focal main да собственно что делать как это все дело от этого избавиться опять таки делаем команду р.м. р.м. ну и дальше полный путь к этому самому файлу лист вот и соответственно если нажать enter р.м. да все я его удалил и так проверяем есть это дело все или нет так пожалуйста уже у меня 00 total 0 файлов да значит коллеги важный момент если вы хотите сохранить на всякий случай этот репозиторий то переместите куда нибудь файлик лист например в свою папку рабочую или в какую-то backup ну и папочку да то есть отсюда сорс лист . да нужно этот валик забрать ну или как в моем случае я просто взял и удалил и так едем дальше значит в принципе все где могут храниться настройки репозитория вот значит да можно еще удалить с помощью опции а это об этой репозитории минус р ну и потом тоже указать что вы конкретно там хотите удалить но так как я уже все удалил меня уже нечего как говорится удалять то у меня уже собственно все почистил от microsoft а ну и следующая команда apd update update должна выполнить обновление доступных списков пакетов в репозиториях которые есть доступны подключены в мою систему и так я нажал апдейт ну и здесь нужно немножко подождать пока выкачается все это дело и так коллеги у меня все обновилось ну и пожалуйста вот я вижу те репозитории откуда собственно выкачивалась вся вот это списки пакетов ну и я вижу что здесь у меня нету никаких там microsoft все пожалуйста удалилась здорово здорово да то есть вот таким вот простым способом я все это дело почистил с первой задачей мы справились мы удалили ненужный нам репозиторий задача номер два коллеги это удалить публичные ключи подписи пакетов но от соответствующих репозиторий и так давайте посмотрим какие у меня доступные ключи какие у меня есть ключи с помощью команды об этой ки лист лист и соответственно посмотрим что тут у меня есть и так вот пожалуйста здесь у меня все мои ключи цифровых подписей пожалуйста ubuntu арчив ubuntu сиди ubuntu арчив microsoft чего релиз вот он да вот он вот он собственно мой ключ от microsoft а вот и соответственно то что мне нужно будет сейчас выполнить удаление и так как же нам удалить ненужный нам ключ для этого мы будем использовать команду аптеки дел ну а дальше в кавычках двойных кавычках нужно указать этот самый ключ и так собственно я копирую мой ключ вот он да чтобы уже к нему не возвращаться ну а дальше пишу команду апт минус ки дел открыл кавычку вставил и кавычку закрыл нажимаем enter вот и система мне написала окей окей проверяем еще раз с помощью команды аптеки лист и собственно я должен увидеть то что у меня здесь никакого уже майкрософта нету да ubuntu арчив ubuntu сиди имидж ubuntu арчив пожалуйста коллеги все лишнее как говорится у меня удалилась там собственно теперь у меня чистенькая система и никакой хлам сюда залетать как говорится не будет дальше выполняем апт апдейт чтобы обновилась в нас все эти апдейта все нас обновиться и будет как говорится все все будет классно сделано вот вот такой вот принцип коллеги удаление ненужных репозиториев и ненужных ключей цифровых подписей от этих самых соответствующих репозиторий и так коллеги если у вас есть вопросы пожалуйста задавайте я с удовольствием на них отвечу пожалуйста напишите в чат цифру 1 если у вас получилось как у меня все это дело выполнить до забыл сказать вот надо было самом начале сказать что я все делал по статье из блога ссылку на эту статью вы можете найти в описании этого видео в чате и таким образом тоже воспользоваться собственно этой самой статьей будет весьма весьма полезно и так или если есть вопросы пожалуйста задавайте задавайте кому сегодня сегодняшний мастер-класс кому был полезен пожалуйста оцените его лайком в подобайкой или нравлика ну или просто поставьте палец вверх если для вас интересна тема линукса сети кибербезопасности программируемых систем то мы вас приглашаем на курсы где вы сможете систематизировать все ваши знания разложить все это дело вот так вот по полочке в формате леонин байдуин да вот так вот не спеша все проделать плюс получите международные сертификаты ну и мы еще помогаем с трудоустройством в большие международные компании поэтому коллеги добро пожаловать тренируемся движемся вперед ничего сложного нету на этом все спасибо большое что были со мной на протяжении этого мастер-класса ассалам алейкум мир тому вашему берегите себя своих близких несите тяготы друг друга помните что сила в единстве поэтому если у вас что-то не получается то пожалуйста пишите комментарии под этим видео я с удовольствием вам помогу на этом все до свидания